Добрый день, коллеги! Сегодня обсудим функциональные особенности макулярной области глаз с точки зрения нецентральной зрительной фиксации. Еще около 110-м году нашей эры предположили, что ткань является сеткой, которая функционирует для хранения стекловидного тела. Но сейчас уже представления о функции сетчатки дошли далеко вперед. Сетчатка, это внутренняя чувствительная оболочка глаза, является периферической частью нашего зрительного анализатора. Площадью примерно 1200 квадратных миллиметров. Она простирается от центра макула до зубчатой линии на периферии, где соединяется с эпителием плоской части ресничного тела. Самая высокоорганизованная область сетчатки – это макула. Макула или желтое пятно – это овальная зона, имеющая желтоватую пигментацию диаметром примерно 3,5 диаметра диска зрительного нерва. Или шириной около 5-5,5 мм. Далее, фовия – бессосудистая область диаметром около 1,5 диаметра диска зрительного нерва. Она представляет собой воронку углублением в центре и со склоном, примерно имеющим угол 22 градуса. То есть это связано со смещением второго и третьего нейронов сетчатки, а также с увеличением толщины базальной мембраны. Биомерикоскопически край фовия выглядит как овальный рефлекс от внутренней пограничной мембраны. Его наиболее четко видно у молодых людей. Фовиола или дно центральной ямки составляет всего в ширину не более 0,5 мм. Она окружена капиллярными аркадами, и эти сосуды располагаются на уровне внутреннего ядерного слоя вокруг бессосудистой зоны, окружностью до 600 мкм. Чаще всего в глазах находится на 4 мм височной и 0,8 мм выше центра диска зрительного нерва. Но у всех это может варьироваться. И центр фовиолы или центр дна ямки может называться умба или ямочка диаметром всего 150 мкм. Это наблюдаемая точка, соответствующая нормальному световому рефлексу центральной зрительной фиксации. Поговорим вообще о общеизвестных фактах, из чего состоит вообще сенсорная часть сетчатки. То есть это палочки и колбочки, формирующие наружный фотосчетный слой. Биполяры, они соединяют палочки и колбочки с ганглиозными клетками сетчатки. И третьим ганглиозные нейроны, формирующие уже нервные волокна, выходящие из глазного яблока в виде зрительного нерва. Это, как видно, вертикальная связь, но есть и горизонтальная, из которой состоят это амакриновые клетки и межплексифорные клетки. Они обеспечивают временное торможение передачи импульсов от одних фоторецепторов при возбуждении других. То есть колбочки и палочки. Колбочки у них нейронов насчитываются от 4 до 5,3 миллионов. Они функционируют при дневном свете, ну и определяют функцию цветового зрения. Обладают максимальной чувствительностью к желто-зеленой части спектра. Палочки же более многочисленны, от 78 до 107 миллионов. Ответственны за ночное видение и функционируют при низком освещении. Но стоит заметить, что соотношение между количеством палочек и колочек в нашем насчитатке всегда разное. Так в фавиоле отсутствуют балочки. В парафове отношение уже составляет 4 к 1. А на разных участках перифове от 33 до 130 на одну колбочку. Также пиковая плотность колбочек на участке фове размером 0,32 угловых градуса варьируется в среднем от 100 тысяч до 324 тысяч на миллиметр квадратный. Но как только мы уходим от центральной ямки на полмиллиметра, эта плотность падает до 60 тысяч. И далее уходит уже от 20 тысяч в парафове и меньше. Ну и по ареалу соотношение колбочек в сетчатке. Если в центральной зоне у нас, то есть УМБА в ямочке, есть только красные и зеленые колбочки, могут быть они в разном или одинаковом соотношении, то синие колбочки, которые воспринимают только коротковолновые диапазоны спектра, находятся в эксцентриситете от центральной ямочки примерно 0,5 миллиметра. И всего суммарное количество, всего 10% от всего количества колбочек. Ну, это всего была подводка к тому, что от этого зависит итоговая острота зрения глазного яблока. То есть факт более высокой остроты зрения у людей можно объяснить не только плотностью упаковки колбочек, но и также их ареалами. То есть у кого больше красных либо зеленых колбочек именно центральной ямки сетчатки. Также было в зарубежном исследовании показано, что большинство людей со стартой зрения единицы, то есть коррегированной и некоррегированной, центр фиксации смещен от наибольшей плотности колбочек в среднем примерно на 10 угловых минут, что около 50 микрометров, что указывает на то, что плотность колбочек сама по себе не определяет местоположение на сетчатке, выбранное для фиксации. Ну, также можно предположить, что это может быть не центральная югстафавиаральная зрительная фиксация. То есть 50 микрометров экстренитета дает сдвиг на одном метре примерно 3 миллиметра. Так, обсудим вообще зоны на макуле. То есть это перифовия, она самая крайняя, самая широкая часть макулы с диаметром границ от 5,5 миллиметров снаружи и до 2,5 метров внутри. Пара фовия занимает макулеокружность снаружным диаметром 2,5 миллиметра и внутренним диаметром 1,5, что соответствует примерно 5 градусам. Фовия располагается снаружным диаметром 1,5 миллиметра и внутренним 0,5, что соответствует примерно 1 градусу и 10 минутам. Фавиола в поперечнике 0,5 мм, примерно 1 градус. И она, в свою очередь, делится на югстофавиолярную зону с наружным диаметром 0,5-0,35 мм и внутренним диаметром 0,15 мм, что соответствует примерно полуградусу. Ну и центр УМБА. Диаметр этой зоны примерно 0,15 мм или 30 минут. Как же нам определять фиксацию? Главный вопрос, наверное, этой сегодняшнего собрания. Ну, во-первых, можно использовать как сложные приборы, это монодбиноскопы, микропериметры, ну так и приборы попроще, щелевые лампы или прямые офтальмоскопы. Также правильно интерпретировать области макулы и отбрасываемую тень от тест-марки, которая будет попадать на эти области. Вот примеры фиксационных апертур разных офтальмоскопов. Как видите, они все довольно разные, но я предпочитаю использовать в практике офтальмоскопы Хайн и Бета. Из-за того, что фиксационная апертура выглядит в виде звезды, примерно с диаметром 0,5 призматических диаптрий. Оно имеет свое преимущество в том, что центральная зона пустая, и она примерно соответствует рефлексу на глазном дне. То есть можно прям очень точно определить, центральная это фиксация или не центральная. Ну вот вам пример, допустим. На одной картиночке вы видите, что здесь у нас представлена центральная фиксация, а не получается. А вот здесь в данной ситуации пара фавиолярная. Павел Николаевич, прошу вас. Надеюсь, предыдущий докладчик дал вам полную информацию о зонах макулы, о том, где располагаются колбочки более плотно в соответствии с остротой зрения. Моя задача теперь немножечко расширить это понятие. Опять же, кольца, характеризующие зону в макуле. И первое центральное кольцо, это зона А, фавиола, сдвиг всего лишь в 0,6 градусов в этой зоне при нормальной остроте зрения, без амблиопии, дает уже на краю остроту зрения в 0,5. Следующая зона А, фавиола, острата зрения в 0,3 при отступлении от центра в 2,5 градуса. Ну, это, можно сказать, край, самый край этой зоны. Следующая зона, парафавия, при отступлении до края этой зоны в 4,2 градуса, острота зрения 0,25. И самая последняя зона характеризуется перифовией, ошибочка, извините, D, перифовия. Острота зрения 0,1, это уже в пределах 9,2 градусов. Плотность зрительной фиксации обусловлена в интересной очень работе коллектива института имени Гермгольца под руководством Тарута Елены Петровны с помощью компьютерного микропериметра. При разных амблиопиях они выясняли на определенных сдвигах, выясняли при сдвиге в 2 градуса, сдвиге в 4 градуса, как распределяется плотность зрительных фиксаций и какая острота зрения при этих состояниях. Что интересного, у них получился вывод, что при нистагме получились минимальные цифры, а вот что удивительно, при амблиопии, самое максимальное, даже при амблиопии может быть 100% зрение. Но понимание предыдущих слайдов было объяснено еще 45 лет назад самим Эдуардом Сергеевичем Аветисовым в своем учебнике «Содружественное косоглазие». И мы очередной раз убеждаемся, что все новое – это хорошо забытое старое. Аветисовым еще тогда был сделан вывод, что существует зависимость от остроты зрения, от места раздражения сетчатки в норме и при амблиопии с нецентральной зрительной фиксацией. Это рисунок 38. И также сделан вывод, что при сравнении нормы с амблиопией с центральной зрительной фиксацией рисунок 39. И мы видим интересную закономерность, что при амблиопии с центральной зрительной фиксацией довольно-таки высокая острота зрения, даже при центральной фиксации может быть острота зрения в 0,5. И что интересно, потому что есть у меня оппоненты, которые утверждают, что при парафавиальной зрительной фиксации невозможно получить высокую остроту зрения. На самом деле вы видите, что в зоне 5 градусов при центральной остроте зрения, а фавиальная зона находится у нас на расстоянии от 0,5 до 2,5 градусов, это в диаметре на 5 градусов. Вот если мы возьмем половину от 5 градусов и проведем вверх, мы можем получить остроту зрения минимум 0,8. Выводы, которые сделаны Эдуардом Сергеевичем, именно что нецентральная зрительная фиксация практически совпадает с периферической зрительной фиксацией, внутримокулярной. Если имеют место амплиопия с нецентральной зрительной фиксацией, то есть минимальный разбег остроты зрения, это был 0,02-0,05. Но также были единичные случаи, когда острота зрения в этих участках была и 0,2-0,3, кроме, конечно, периферической. Периферической зрительной фиксации всегда очень низкое острота зрения. И на основании предыдущих работ, изучив работ множества зарубежных и отечественных ученых, мне пришлось сделать интересный вывод, что в наших классификациях не все идеально точно сформулировано по зонам макулы. В некоторых случаях объединяются, например, в парафавиальной две зоны. Это непосредственно зона самой фовиа и парафавиальная зона. А под перифавиальной зоной практически оказывается парафавиа. Давайте распределим именно по градусам. 0 градусов – это, как всегда, центральная зрительная фиксация. Расстояние от 0 до 0,5 градусов – это зона югста фавиолярной зрительной фиксации. Выделено олярной от слова «фавиола», поэтому согласованное название «фавиолярная». Дальше у нас в зоне от 0,5 до 2,5 градусов находится фавиальная от слова «фавиа», 2,5-4,25 – парафавиальная, 4,25 – 9,25 градусов – перифавиальная и более 9,25 градусов – это уже парамокулярная и далее периферические зоны. Также я себе позволил вольность дать характеристику остроты зрения при отсутствии амблиопии при правильном зрении и в сравнении с амблиопией с центральной зрительной фиксацией. И вот через дробь у нас стоит сначала острота зрения при отсутствии амблиопии в этих разных зонах и оценка остроты зрения, максимальная острота зрения, которая возможна при амблиопии с центральной зрительной фиксацией. Следовательно, в центре это острота зрения больше единицы, а при амблиопии с центральной зрительной фиксацией 0,5. Юксто-файлерная зона 0,8 единица при амблиопии 0,4, файлерная 0,6-0,8 при амблиопии 0,3, парафайлерная 0,3-0,5 при амблиопии 0,2. Ну и перифайлерная очень близки при нормальном зрении 0,1-0,15 и при амблиопии центральной 0,1. Спасибо за внимание. На все ваши вопросы буду рад ответить.